Всем привет! Люда Юэсэй Нью-Йорк Сейчас покажусь К сожалению, у меня телефон Я снимаю на телефон И мне не получается сделать Вот оттуда я вышла Старбакса Не получается у меня делать Съемку и переключать Туда-сюда Но я уж раз я в Манхэттене Так я буду делать вам вид на Манхэттен Что смотреть на мое лицо Вот Ну что ж Рабочая смена закончилась Я иду по направлению к Центральному парку Марина мне прислала ночью СМС Что она приболела И в общем-то не придет Но я подумала, что Если будет прохладно Видите, как я утеплилась-то Не на шутку Если будет прохладно То я В общем-то Пойду В парк А если будет тепло То я в парк не пойду Ну в общем-то, знаете, средненько Вот Ну я просто думаю, что В следующее воскресенье Вот эта вся красота В Центральном парке Она может уже Быть не такой ярко выраженной Вот Так что пройдусь Там еще, к тому же, марафон должен быть Марафоны здесь постоянно Постоянно марафоны Вот Видео будет ни о чем Видео будет Как в анекдоте про Чукчу О чем вижу Что вижу, о том и пою Такое расслабляющее, знаете Пасмурно Здесь такая горка всегда Ой Ксасайзис Вот Как всегда будет такое Ой, как всегда В общем, видео будет без темы Расслабляющее Чтобы вы тоже так вот гуляли со мной И Расслаблялись Если что-то, какие-то мысли придут мне Интересные То я Их Выскажу Вот Кстати Вчера я забыла В фильме Про стажер Сказать, что Еще один момент я упустила Что Вот такие вот Скверики Я вам покажу Просто Очень принято делать Между небоскребами Вот такие вот Скверики Между домами Чтобы там люди Собака сидит Живая Такая Смотрит на меня Не поймет Лает Или не лает Так вот Еще вчера я забыла сказать Что съемки фильма-то Происходят в Бруклине Такие знакомые Для меня хорошие Любимые Тихие улочки И Самый большой Парк В Бруклине Это Проспект парк И вот там тоже Делается Съемка Когда он делает йогу Это там Да Хороший Такой у них дворик Тут Между Небоскребами Ну вот И так как Я люблю Бруклин Я люблю Ой Ну вот вы подумайте Вот делаешь видео Пожалуйста Откуда не возьмись Пожарные машины Вот тебе релакс Вот что они приехали Ну вот И так как я люблю Бруклин И все эти маленькие Улочки Вот Так Теперь уже будет Про улочки Манхэттена И про жизнь в Манхэттене Хотя уже были такие видео Приехали Сейчас Пойдут спасать кого-то Так Смотрят Не могут понять Кому Куда вызвали Подойду поближе Буду снимать работу Наших американских Пожарников Смотрят Вы не смотрите Вы идите Спасайте Так Пошли Ребята Взяли все С собой Как-то не спешат Они спасать Как-то в развалочку Идут Думают Наверное Ложный вызов Что-то под землей Они куда-то туда смотрят Куда дым Они пока не могут понять Видимо не издания Так бы они были Пошустрее Откуда-то идет дым Наверное Но они не могут понять Откуда Текст Тут пошли Не могут понять Смотрят Так Откуда-то поступил Сигнал Но отсюда Непонятно Тут я с камерой Я посмотрю Как я их раздражаю Раздражаю я их Наверное Дедечка машет Не поняли они Чего куда Что-то там смотрят Все сгорит так Пока вы так долго думаете Но К чести сказать Приезжают они Всегда быстро И когда реальная угроза То они конечно Шустрее Вот этот прошел Ничего не нашел Там ничего не нашли Сейчас поедут Куда-то в другое место Какой-то видимо Сигнал был Неопределенный Неконкретный Поэтому они так и едут Сейчас поедут Потому что вот когда Я припоминаю Там недалеко от того места Где я живу Был пожар Но приехала Вы знаете Столько машин приехало Что им не было Где разместиться Ну не меньше десяти Приехала Когда был реальный пожар Вот поэтому Здесь под страхом Очень-очень Большого штрафа Нельзя Останавливаться машинам Рядом с гидрантом Потому что они Эти гидранты Должны быть всегда Открытые И доступные Обычно сзади Всегда развивается Американский флаг Почему-то на этой машине Нет Всегда они несутся И этот флаг Развивается Так здорово Дети нравится Вот Ну в общем Короче Теперь Улочки Манхэттена И парк Манхэттена Проспект парк Он тоже Замечательный Вот видите Вот эти пожарные лестницы Они на всех На всех зданиях Обязательно Только если Нет Только если нет Только если есть второй выход Конкретный Такой Очень Четкий второй выход То так Вот как в небоскребах Там есть второй выход Всегда Тогда Они не делают Такие навесные лестницы Ну было бы Конечно Нелепо Со 130 этажа Небоскребы Спускаться Снаружи Это не каждый Спустится Это там люди Застрянут Они будут стоять И боятся шагу ступить Поэтому в небоскребах Во-первых Есть разбрызгиватели Такие с потолка Включающиеся При Если дым Вот И Есть второй выход Всегда А вот в этих зданиях Старых Вот везде Сделали Это потом уже Было сделано В 20 веке В конце По-моему 20 века Вот все эти лестницы Они были сделаны Потом Вот Был Был Ну, в общем, не жарко, ой, не холодно. Надо было мне, конечно, полегче курточку одеть. Что-то я как-то не подрассчитала. Мне будет жарко, конечно, но ничего. Если будет дождик, так я... Люди ходят. Тут всеустремленный народ в Манхэттене. Восемь утра, они уже все в движении. Вот тебе ленивые американцы. Хороший домик вписался, да? ДИНАМИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Я не фанат Манхэттена, я говорю это в каждом видео про Манхэттен. Вот так можно прогуляться. Есть интересные тут, конечно, места. Но опять же, вот эти вот неоправданно дорогая жизнь, неоправданно дорогая стоимость жилья, аренда или покупка. Я вот этого не понимаю. И вот это я еще очень близко к парку нахожусь. А все, что близко к паркам, оно очень дорогое здесь, в Манхэттене. Вот. Поэтому как-то непонятно, почему. Почему. Вот старые дома. Очень интересно. Вписались в небоскребы. Это вообще... Наверное, они какую-то историческую ценность представляют. Наверное, они были построены в времена первых переселенцев, в духе старой Англии. И, наверное, эти дома, они просто, наверное, вообще бесценные. Такие домики, они... Как это называется? Колониальный стиль или что-то такого типа. Они... Ой, ну это вообще, конечно, это какой-то шедевр. В Манхэттене, в центре, среди высоток, вот такие дома. Ой, ну это владельцы нам тут миллионы. Миллионы за них могут получить. Их не могут разрушить. Их просто так не снесут. Вот. И поэтому вот такие дома я вижу во всех своих путешествиях. Куда бы мы ни выезжали за пределы Нью-Йорка, вот такие вот домики. Видите, вот здесь... Да, вот видите, написано 120A номер. А вот там 120. То есть вот здесь живет семья. Вот они выходят вот так. Сидят на лавочке вечером, отдыхают. Значит, они как бы немножко у них... Вот что-то написано. Вот что-то написано. Вот не знаю, зайду. Рискну. Хотя это уже как бы прайвиси. Нарушаю я. Но вот это надо прочитать. Видите, в 1859 году было построено какой-то итальянский стиль. То есть 19-й век, середина 19-го века. И здесь даже кирпичи и камни есть. Хотя с виду... Да, вот это кирпич. Я постучала, это кирпич. То есть он как бы... Как бы такой стиль немножко деревенский. Вот там... Частично деревенский стиль. Ну вот он из... Он такой производит впечатление кирпич... Вот за счет этого сайдинга он производит впечатление деревянного. Но это кирпич и камень. Кирпич и камень. Так что это крепенький домик. Крепенький. Несмотря на то, что дому 150 лет. 1859-й... 50-й... Да, 160-170 лет дому. Но вообще, конечно, красные двери. Он будет стоять еще 200 лет. Крепче наших хрущевок. Вот в Америке... В Нью-Йорке вообще такие старинные-старинные дома. Им всем по 100 лет. И ничего. Ничего. А вот... Запад Америки... Штаты... Штат Вашингтон. Штат. Не путать с городом. Штат Вашингтон. Потом Штат Орегон. Ну, наверное, Калифорния частично. Они считаются более молодыми штатами. Их осваивали позже. И поэтому архитектура там более современная. Вот. Современная. И, соответственно, ну, как бы все с большим комфортом. Так. Вот такой интересный памятник. Как хочешь, так и понимай. Вот тоже. Видите, такие вот на каждом углу стоят. Подбежал. Вызвал полицию. Подбежал. Вызвал пожарников. Это и мержение все-таки. Не надо никаких денежек. Ничего не надо. Вот так вот открываешь, нажимаешь кнопку и говоришь. Потому что ведь могут и телефон в критической ситуации отобрать. Поэтому продуманно. В Америке, в Нью-Йорке в частности, много такого какого-то примитивизма. Иногда смотришь и думаешь, ну, как-то все примитивно. Вот. А с другой стороны все очень функционально. Вот может быть все очень старое, но очень функциональное. Вот. Это большой парк Эвеню. Вот. Так что. Вот эти вот скаты замечательные для колясок и для велосипедов, и для этих инвалидов-колясочников. Вот еще интересный момент. Сейчас застрю внимание. Все дороги в Америке, ну, наверное, все, может быть, здесь будет не очень видно, они дугообразные. Они к центру выше, к центру выше, а к бокам, к бордюрам, они ниже. Они как радуга. Вот на Москву напоминает вот эта вот часть, проспект такой, как проспект Москвы напоминает. И вот большие и маленькие дороги, они все будут вот такой радугой. для чего, чтобы в те редкие дни, когда, например, Нью-Йорк накрывает дождь и снег, все стекает к бордюрам. А у бордюров есть сливные отверстия. Достаточно много. Вот, как здесь, например. Видите, искать долго не надо. Вот, пожалуйста. И туда все стекает. Сейчас я пройду два шага, и будет еще одно такое, еще одно такое, еще одно такое. Поэтому, вот видите, даже вот такие вот маленькие дороги, они тоже дугообразные. Это, может быть, не очень заметно, но это 100%. Потому что, ну, я знаю, когда на велосипеде едешь, это очень заметно, что тебе надо делать усилия, чтобы вскарабкаться вот на такую дорогу любую. Ну, если ты ждешь на перекрестке, а потом как бы начинаешь ехать, то делаешь усилия в том, чтобы крутить педали. Ну, и, соответственно, тоже машина. Если ты делаешь K, turn, 3-point turn, разворот, я уже знаю, что это такое. Вот, если ты это делаешь, то ты тоже должна немножко газу дать. Так, вот бежит, то ли спортом занимается, то ли что. Вот такое безобразие. Вот, могу два слова сказать про вообще как, ну, вот зачем вот это вот, а? Вот что это такое вообще? Это вот 31-е, 31-е, а, да, октября. Октябрь, кстати, был очень теплый, очень теплый был октябрь. Вот сейчас как бы унылая пора, чей, очарование, но октябрь у нас был. Сентябрь и вообще лето, это даже говорить нечего, это всегда. Но октябрь был настолько теплый, настолько замечательный, что неописуемо было. Ну, вот немножечко скажу про 31-е октября. Каждый год отмечается Хэллоуин, и я как бы скажу свое мнение. Ну, понятно, что мое мнение отрицательное, да? Но в то же время я понимаю немножко психологию американцев, почему вообще они вот это все отмечают. Часто можно вот таких хилинов увидеть в Манхэттене на окнах. Не связано ни с чем. Вот я, конечно, не понимаю, когда делают кладбище на фронт-ярде. Ну, тыковки еще там, ладно. Ну, вот, конечно, вот эти все скелеты, какие-то кладбища, закапанные какие-то трупики. Вот мне, конечно, это все непонятно. Но в то же время я понимаю американцев, почему они вот это все делают. Ну, конечно, это перебор со скелетами, с трупами, но в то же время это некая такая у них игра в переодевание в маскарад, игра в возврат в детство, что ли. Они одеваются в персонажи в детских сказах, они одеваются в свои любимые персонажи, которые в фильмах у них были в детстве. Они как бы, это как бы такой некий даже, ну, странный культурный оттенок имеет. Возврат к хорошо знакомым произведениям книг. Вот, поэтому это не совсем праздник ведьм, как иногда описывают американцев. Нет, это больше вот такое вот, знаете, для детей сделать какие-то персонажи сказок, чтобы они в это переоделись, и взрослым переодеться, иметь такой фан, пойти куда-то. Вот, ну, понятное дело, что когда верующие люди, а здесь очень много людей, которые принадлежат каким-то конфессиям, церквям, течением религиозным и так далее, они, когда люди серьезно верят в Бога, они в этом не участвуют, это сто процентов. Но секулярные люди, люди, которые, ну, как бы ни во что не верят, они скорее в приметы верят. Приметы – это ведь тоже какая-то вера искаженная, но это вера. Вот, и поэтому вот эти секулярные люди, это какое-то посольство, наверное, они, секулярные люди, они вот играют в эти маскарады, и вот если 31 число выпадает на будни, как в этом году, на той неделе это было, когда еще человек этот, узбек, заехал в толпу людей, тоже такой ужас, тоже расскажу немножечко, вот, то когда, значит, выпадает на будни, ой, красивые дома такие, прям вообще, такая старинная, вот это точно камень, камень-камень. Тоже эти дома, ой, им цены нету, они очень дорогущие, и по архитектуре, и по расположению, они прямо с центральным парком рядом, и они такие могучие, вот из этого цельного камня построенные, вот видите, вот этот камень, это вообще, их ничего не разрушит, и их всегда поддерживают в хорошем, и вот эти вот архитектуры, вот этих выпуклых, не забыла, как они называются, эти окна, даже не окна, а часть стены, это выпуклая такая часть стены, они очень-очень дорогущие, эти дома, маленькие, в общем, короче, здесь живут богатенькие люди, богатенькие буратинки, ну и здесь тоже, хотя так себе домик вроде как внешний, но тоже, все, что, это вот джуиш, джуиш музей, еврейский музей, ну тут какие-то вот евреи, евреи живут, ну вот, так, значит, когда выпадает 31 число на неделю, среди недели, они выходные, то, значит, за выходные, накануне праздника, это вот так сказать праздника в кавычках, люди наряжаются, и идут во всякие там бары, рестораны, и вот в такой вот маскарадной одежде, вот, ну и я, когда ехала в Манхэттен, прошлую субботу, я видела людей, которые выходили из метро, наряженные, ну, многие были наряжены всякими там белочками, какими-то белоснежками, какими-то золушками, белочки, всякие зверушки и так далее, это как бы еще ничего, но некоторые там одеваются, как вампиры и прочее, но это тоже как бы в большей степени, как фан, вы знаете, это фан, но, конечно, всегда этот фан сопровождается какими-то нехорошими историями, вот, всегда этот фан совсем не фан, то, значит, были случаи, когда один студент вот так наряженный постучался к бабушке-старушке, божий одуванчик, бабушка-старушка подумала, что это враг, и она в него выстрелила, парень был студентом, иностранцем, он перепутал дом, он постучался не в тот дом, это было в Америке несколько лет назад, он постучался не в тот дом, он был приглашен на праздник, оделся как мог и пошел, бабушка взяла и выстрелил в него, и, как говорится, ей ничего не будет, она в своей была пропорте, а он как бы вступил на ее территорию, парень погиб, вот такие вот жуткие случаи, но и в этот раз не обошлось без жертв, вот сейчас марафон будет у нас, марафон же забыла, вот поэтому, марафон здесь постоянно, надо пройти как-то, ой, уже красота такая, знаете, пасмурно, но я уже вижу, как красиво, вот, и в этот раз тоже, вот этот вот, с грин-картой, человек, вот что ему не жилось, а что ему не жилось в США, вот кто его одурманил, его кто-то одурманил, просто-напросто, и он взял, так, это вот как раз 91, вот там, если вы видите, я уже делала видео там, вот наш российский флаг, там наше русское консульство, еще не закрыто, ну, я не знаю, если в Нью-Йорке закроют, тогда я уже не знаю, что будет-то тогда, Третья мировая, наверное, вот, не дай бог, ты иногда кляпнул что-нибудь, а, и потом думаю, зачем я это сказала, так вот, он из Узбекистана, но, как говорят его там родственники, что вроде был нормальным человеком, но, правда, у него была какая-то ностальгия, тяга в Ташкент, непонятная для других узбеков, потому что я разговаривала с людьми из Узбекистана, но никто не хочет, вот тоже, видите, гранит какой, вот камень, на века, никто не хочет в Ташкент, говорят, что совсем не тот уже сейчас этот город, не такой, как был раньше, сейчас я поправлю свои носочки, вот такие у меня, вот такие у меня хитрые, не знаю, как даже их назвать-то, как они называются-то, кроссовки, не кроссовки, ботиночки, не ботиночки, но настолько они удобные, они мне как кроссовки, они просто шикарно удобные, они из чистой какой-то кожи, и эта кожа, она с какими-то ворсинками, я ничего подобного никогда не покупала, но я как в них влезла, и они просто как тапочки, это настолько удобная обувь, что я не знаю, она стоила 100, 120 долларов, уже в каком-то таком магазине, который немножко уценяет, а до этого они были, наверное, там, что-то 250, что ли, за 250 никто не брал, очень удобно, и главное, они такие теплые, вот, ну, как бы, у них нога не потеет абсолютно, а кожа такая нежная, что, у них, наверное, зимой можно ходить, здесь, в Нью-Йорке, ну, так вот, в общем, не знаю, кто его оболванил, никого в Ташкент не тянет, а вот его тянуло, ну, хорошо, тебя тянет, так ты езжай назад-то, ты же свободный человек, взял, поехал бы, нет, он вместо того, чтобы ехать, он взял, и задавил 8 человек, ну, вот, как это можно объяснить, вот, сколько полиции, снимать будет здесь, наверное, марафон, поэтому столько полицейских, а вот там сколько, ой, вот на что идут наши налоги, это уму непостижимо, здесь какая-то будет платформа, что-то будут снимать, а там, это их потом, они все, конечно, разбредутся, о-о-о, о-о-о, это прям какая-то гвардия национальная, так, что тут еще, снимать такого интересного, церковь, может, я туда зайду, потом в парк, меня могут и не пустить, о-о-о, эти кофе пьют, обычные люди, так, если я вот там пройду, зайду в церковь, а потом обратно, пустят ли они меня, тут же все может быть, сейчас пускают, потом не пустят, так вот, наверное, всякие тут репортеры, будут снимать, что-то такое, здесь постоянно происходят эти, а, тут не пройдешь, нет, в церковь не получится, это вот они оттуда, так, 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 а я, я должна только оттуда перейти, на ту сторону, чтобы пройти в церковь, возвращаться мне не хочется, это мне надо к перекрестку идти, ну ладно, все, тогда нет, в другой раз, это 5-ая, и Мюзем Майл, вообще-то это 5-ая Эвеню, но они называют ее музейная, как бы, миля, потому что музей, 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 поэтому этот кусочек, это миля 5-го Эвеню, о, уже начались, наверное, так это что будет, еще к тому же и велосипедная, что ли, по-моему, нет, потому что должно, должен быть бег, но я удивлена такому большому количеству полиции, потому что здесь происходят вот эти велосипедные забеги, и бег марафонов, ну, марафонцев так часто, что когда не зайдешь в парк, все время какие-то бега, либо велосипедные, либо марафон, я не понимаю, почему такой ажиотаж сегодня, почему так много полицейских, что это такое вообще, может быть, это сигнал поступил, или это связано как раз вот с этим вот товарищем из Узбекистана-то, наверное, чтобы никто не пострадал, а не так вот, такое количество, не пустят вас, не пустят, вот он всех разворачивает, тык-тык-тык, всех развернули, вон туда их пропустили, вот это раздвигается, каким-то фантастическим образом, как это раздвигается, а вот здесь, в некоторых местах, тык-тык, интересно наблюдать за американцами, тык-тык, ну, короче, вот все-все куда-то пойдут, полицейские в Нью-Йорке, вообще полицейские в Америке, Хотя они все время, конечно, мишень, у них работа стрессовая, но они имеют хорошие-хорошие бенефиты, они все рано выходят на пенсию, они все имеют хорошие пенсии, у них хорошие страховки, они что-то, если рано начнут, они в 40 лет могут выйти на пенсию и в 40 лет начать работать. Имеют свою хорошую пенсию, они могут начать работать, и у них хорошие зарплаты, поэтому подкупать полицейского это безумие, он ни за что не захочет терять свое место, фотографирует, хочет фотографировать, а он что-то не очень как-то разрешает, что-то он фотографирует. Я буду в его фоторепортаже. В York City Marathon написано, у того и у того. Видите? Прям какой-то ажиотаж сегодня. Нехорошая рация, полная экипировка. Обратите внимание, электрошокеры, дубинки, что у них там только нету на поясах. Ну и в общем, конечно, в большинстве с вами в 99% они не подкупные. Они не подкупные и хорошо адресированные, хотя могут вид такой иметь не очень. Но только ты его зацепи и все. И он будет действовать согласно инструкции. Но есть, конечно, истории про продажных полицейских и про каких-то там странных, которые кого-то чего-то это, но в большинстве в своем они не хотят терять то, что они имеют. И, кстати, они идут очень долго к своей должности. Не так-то просто стать полицейским. Надо иметь физическую подготовку, надо какие-то там у них бесконечные тоже тесты и прочее. То есть они серьезно занимаются, чтобы стать полицейским. Очень серьезно. То есть у них, наверное, там даже и степень бакалавра есть. И, ну, это не просто так набрали в милицейскую академию, как-то там курс прошли и все. Нет, я, конечно, этот вопрос не изучала, я не могу сказать, но я знаю, что не так-то просто, абсолютно не так просто попасть и стать полицейским. Их, конечно, проверяют, бэкграунд проверяют, чтобы у них не было никаких, никаких, даже зацепочек, чтобы они нигде ничего не проштрафились. И у них есть разные там уровни, разные левелы полицейских. Они тоже идут по ступенькам своей карьеры. И чем выше, тем, конечно, они более обеспеченные люди. С ними нельзя спорить абсолютно. Все, что скажет, даже самое абсурдное, надо принимать. Что бы они ни сказали абсурдное, не надо с ними спорить. Вот, потому что у них просыпается инстинкт овчарки, которые ударили по носу. И все, и потом неприятности. Ну, они сейчас с камерами все. Вот, вроде как должны быть. Ну, не вижу я что-то. Камера у них. В общем, какая-то, я не знаю, несусветная вообще супер, супер, вон, супер безопасность какая-то несусветная. Кругом полицейский. Как будто это не марафон, а, ну, наверное, вот боятся диверсий. И, наверное, де Блазио постарался. Чтобы все было на высшем уровне. Чтобы никто никуда не метнул гранату. Вот такой смысл. А это вот охрана Нью-Йорк-Сити. Ну, парка. Центрального парка. Вообще парка. Всех парков. У них есть своя еще секьюрити. Секьюрити. О, побежали уже. О, уже бегут. А, так они не марафонцы. Они без табличек. Они просто хотят домой. Вот это скорость у той машины. Маленькая, но такая скорость. Вот он вжарил. Это вообще что-то. У меня было несколько. Пересекалась я с полицейскими. Уже больше не хочу. У меня было много в Америке пересечений с полицейскими. Больше, чем когда-либо в России. Но как-то, слава богу, попадались хорошие люди. Вы знаете, это так важно, чтобы тебе попался хороший полицейский. Попадались нормальные. А это вот сеньор Кея. Это как бы для пожилых. Машина специальная. Как бы скорая. Но для пожилых, именно для пожилых. Не знаю. Вот. Амбуланс, амерженса, но сеньор. Сеньоры, это значит, пожилые. Работник взял. И там будет скорая. И тут будет скорая. Ну, прямо на все случаи жизни. Вот справа у него револьвер. Слева у него куча всего. Не буду откровенно снимать, а то скажет, что ты меня снимаешь. Смотри, подойди. О, все, пошла, пошла. Так, отхожу. Потому что они что-то начинают двигать. Видите, у него справа оружие. Таскают они на себе полно всего. Ну, ладно. Сейчас остановлю, наверное, и пойду дальше. Просто интересно наблюдать вот за этими людьми, которые при исполнении. Вот опять они закрыли все. Я думаю, что это все супер предосторожности для того, чтобы никто не въехал в толпу. Вот они так все перекрывают, чтобы не было никаких вообще наездов, как сделал вот этот узбек. Я думаю, что вот это все типа вот такой вот супер предосторожности, не так, как было раньше. Вот этот центральный парк Medical Unit, то есть еще волонтер, амбулент, ну вообще. То есть это еще для центрального парка вот такая медицинская помощь. Вот они опять раз закрыли, видите? То есть если какой-то маньяк въедет, то он въедет, впечатается в их носы. Они небольшое оставают расстояние, но они, конечно, тоже под ударом выскочить не успеют. В общем, короче, вот супер предосторожности такие для, наверное, чтобы не было никаких вот... Теперь изменилось все в этом мире. Теперь вот уже не самолеты угоняют, а вот на машинах стали несчастных людей. Как бы обрушивается ярость врага нашего на обычных людей. И вот используются машины теперь. Для всех вот этих туристических атак используются машины. Поэтому я думаю, что вот эти все ограждения, суперограждения... А вот там будет вот эта платформа. Ее, наверное, опустят. На нее поставят, наверное, всевозможные снимающие всякую аппаратуру. И с нее будет идти прямой эфир. То есть если долго-долго стоять, попадешь в новости в Нью-Йоркске. И меня могут снять. Но я не хочу. Ну хорошо, наверное, пойду. Хотя вот здесь побегут, но ладно, что делать. Так, ну все, остановлюсь сейчас и включу уже в парке. Вот, 47 минут прошло. Все.